МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2011 году их количество увеличилось 60 раз и насчитывает сегодня свыше 300. Актуальные вопросы ТОСов и их дальнейшую судьбу в эти дни обсуждают на форуме местного общественного самоуправления ПФО в Ульяновске. Местное самоуправление подразумевает самоуправление. То есть здесь предусмотрена вертикаль снизу вверх в системе управления, органах управления. Вот она должна поистине быть такой, как в целом говорит нам об этом мировая практика. Основных тематических площадок две. Первая посвящена совершенству системы оценки эффективности работы органов местного самоуправления. Вторая актуальны вопросом взаимодействия органов местного самоуправления, ТОС и населения. Работа второй площадки началась с презентации опыта перед веков. Так, Краснодарский край считается субъектом-рекордсменом по количеству ТОС свыше 6 тысяч. ТОСы Архангельской области активно занимаются туризмом. Например, восстанавливают заброшенные дома и делают из них гостевые. Яркий пример – резиденция Матушки Зимы, полностью созданная силами активистов. Свой опыт в Ульяновске лично представили активисты казанского ТОС Савинова. С 2007 года у нас пошла работа ТОСа. И основной задачей, которую ТОС поставил в эти те годы, начало, конец десяток, начало один, нулевых, начало десяток, это было достроить объекты соцкульпт-быта. Их у нас оставалось несколько. И мы практически на сегодняшний день достроили 4 объекта из 5. Одной из ключевых тем второй площадки стало участие ТОСов в реализации ключевых поручений послания президента Российской Федерации. Это и включение в работу по поддержке института семьи, соседской опеки за многодетными и малоимущими гражданами. Участие в жилищном контроле не менее важна и роль в охране общественного порядка и пожарной безопасности. В многих субъектах и Южного федерального округа, и есть опыт в Кривовском федеральном округе, это охрана общественного порядка и пожарной безопасности. По общественному порядку, наверное, всем известны и знакомы такие слова, как общественные дружинники. По пожарной безопасности данное направление активно развивается в Сибирском федеральном округе, ТОС и Устской области, Республике Бурятии. Ульяновская область презентовала опыт работы проекта поддержки местных инициатив, который имеет стратегическое значение с 2017 года. Руководство стации ТОС Ульяновской области во время выступлений выступило с предложением сделать культурно-массовые, социально-полезные, спортивно-оздоровительные, молодежно-патриотические работы, а также деятельность по благоустройству и обеспечению безопасности жителей основными направлениями ТОС всех рангов. Предлагаются вести изменения и в саму структуру органов территориального общественного самоуправления. Дополнительная нагрузка, со слов Сидорова, повлечет и дополнительную поддержку, причем не только материальную, но и почетные награды. Благодарственные письма, грамоты или, к примеру, статус лучшего активиста ТОС – все это смотивирует на новые инициативы. Рината Леулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова